Друзья, привет! Приветствую вас на канале Английский язык по плодлистам. Продолжаем наш экспресс-курс Английский язык за 50 уроков. И следующий фразовый глагол rip off. Переводится как ободрать, в смысле обмануть, надуть кого-то. Rip off. Насколько я могу судить, его ободрали в этом магазине. То есть ободрали, значит обдуращили, обманули. Итак, не просто I think, я думаю, а насколько я могу судить. Вот насколько. Это конструкция as far as. Я могу судить. I can judge. As far as I can judge. Его ободрали. Пассивный залог. He was ripped off. В этом магазине. In this shop. As far as I can judge. he was ripped off in the shop. As far as I can judge. He was ripped off in the shop. Пятьсот долларов за пару брюк. Какая обдираловка? The rip off – это глагол. И даже rip off переводится как обдираловка, существительная. Пятьсот долларов. То есть five hundred dollars за for пару брюк. For a pair of trousers. Five hundred dollars for a pair of trousers. Какая обдираловка? Вот какая – это what и артикль what a rip off. What a rip off. What a rip off. What a rip off. Конструкция какая. Ведь что-то здесь и существительное. Исчисляем это what a и далее само существительное. What a rip off. Five hundred dollars for a pair of trousers. What a rip off. Five hundred dollars for a pair of trousers. What a rip off. Rip off. As far as I can judge. he was ripped off in the shop. Five hundred dollars for a pair of trousers. What a rip off. Fall out. Сориться. Fall out. Насколько я знаю, они ссорятся лишь изредка. Насколько я знаю. As far as I know. As far as I know. Они ссорятся. They fall out. Вот если только иногда, это only sometimes. Но видите, мы от sometimes избавляемся и используем более сложную лексику изредка. Only occasionally. Only occasionally. Заменили. Sometimes на occasionally. As far as I know. They fall out only occasionally. As far as I know. They fall out only occasionally. Я должен сказать, что они раньше много ссорились. Я должен сказать, что I have to say that. I have to say that. А не раньше. Вот раньше что-то делать. Это конструкция used to. То есть used to plus verb плюс глагол. That они раньше. That they used to много ссорились. Дословно ссорились много. То есть to fall out и много на конце a lot. Fall out a lot. Дамы говорят, что в утвердительных предложениях видите a lot. To fall out a lot. Если, к примеру, путешествовали много, то будет to travel a lot. То есть a lot ставится после. I have to say that they used to fall out a lot. I have to say that they used to fall out a lot. Fall out. As far as I know, they fall out only occasionally. I have to say that they used to fall out a lot. Start up. Еще один фразовый глагол. Создать какую-то фирму, компанию, business. Start up. Вопрос. Ты когда-нибудь задумывался о создании своей собственной компании? То есть дословно ты когда-нибудь думал когда-нибудь или когда-либо ever указывает на present perfect. Have you ever thought о создании, то есть о том, чтобы создать about starting up своей собственной, то есть твоей собственной, your own, компании, company. Have you ever thought about starting up your own company? Have you ever thought about starting up your own company? Откровенно говоря, я никогда не думал о создании своей собственной фирмы. Откровенно говоря. Итак, используем оборот с frankly. Frankly speaking. Также еще один вариант to be frank или frankly speaking. Я никогда не думал I've never thought о создании опять же about starting up своей собственной фирмы, то есть моей собственной. my own firm. Frankly speaking. I've never thought about starting up my own firm. Startup. Have you ever thought about starting up your own company? Frankly speaking. I've never thought about starting up my own firm. Way up. Возвесить, тщательно рассмотреть. Например, преимущества и недостатки, за и против. Way up. На твоем месте я бы постарался взвесить все преимущества и недостатки этого предложения. Итак, на твоем месте. По умолчанию используем конструкцию «если бы я был ты». If I were you, я бы постарался взвесить все преимущества, то есть все что-то all the advantages и недостатки этого предложения. If I were you, I would try to weigh up all the advantages and disadvantages of this offer. Я хотел бы взвесить все за и против. Я хотел бы взвесить I'd like to weigh up все, all, а вот за и против, это устойчивая фраза, получается all the pros and cons. All the pros and cons. Эти pros and cons – это за и против. Но видите, здесь такой момент, что да, advantages, anti-advantages – хорошо, но более высокий уровень, b2c1, именно вот это устойчивое выражение. Получается. I'd like to weigh up all the pros and cons. I'd like to weigh up all the pros and cons. Weigh up. If I were you, I would try to weigh up all the advantages and disadvantages of this offer. I'd like to weigh up all the pros and cons. I'd like to weigh up all the pros and cons. К примеру, for example, of this method. Print out – распечатать. Print – это печатать, а print out – больше как распечатать. Этот документ еще не распечатали. Этот документ. This document. Еще не распечатали. Еще не указывает на present perfect. То есть не распечатали. Hasn't. Been. Printed out – еще yet. This document hasn't been printed out yet. This document hasn't been printed out yet. Я распечатал то, что набрал. То есть я распечатал. I printed out – то, что. Это будет what. Я набрал, то есть набрал на компьютере, напечатал. Это предпрошедшее время, форма type. Получается, что я набрал, что я напечатал. What I had typed. I printed out. I printed out what I had typed. I printed out what I had typed. Print out. This document hasn't been printed out yet. I printed out what I had typed. Hold up – задержаться. Hold up. Ты знаешь, я сдержался в пробке. Ты знаешь? You know? Я сдержался. Да, словно. Я был задержан. I was held up. Да, формы held, held, held. I was held up – в пробке. In a traffic jam. You know? I was held up in a traffic jam. You know? I was held up in a traffic jam. Он сказал, что их рейс задержали. Он сказал, что... He said that их рейс, their flight, задержали до этого, поэтому past perfect. То, словно, был задержан. Had been held up. Да, можно даже сказать delayed, но или, видите, фразовый глагол held up. He said that their flight had been held up. He said that their flight had been held up. He said that their flight had been held up. Slow down. Притормозить помедленнее. Slow down. Помедленнее чуть-чуть. Я не могу угнаться за тобой. Так, помедленнее. Slow down. Чуть-чуть. A bit. Slow down a bit. Я не могу. I can't угнаться за тобой. Используя форму keep. I can't keep up за тобой with you. Slow down a bit. I can't keep up with you. Slow down a bit. I can't keep up with you. Он сказал, что мы должны будем замедлить темп на некоторое время. Он сказал, что he said that мы должны будем, то есть должны будем, это will have to, но в прошедшем времени we change, мы меняем will to would, то есть will на would. He said that we would have to замедлить, to slow down the pace, to slow down the pace, to slow down the pace. He said that we would have to slow down the pace for a while. Slow down. Slow down. Slow down a bit. I can't keep up with you. He said that we would have to slow down the pace for a while. Sell out. Распродавать. Распродать. Sell out. Все товары были распроданы. Все товары, all the goods, были распроданы, пассивный залог, были, were, распроданы, sold out. All the goods were sold out. All the goods were sold out. Вопрос. Они уже распродали все билеты? Уже already, значит, prize imperfect. Они уже, have they already, распродали, sold out, все билеты, all the tickets. Have they already sold out all the tickets? Have they already sold out all the tickets? Sell out. All the goods were sold out. Have they already sold out all the tickets? Go away. Уйти. Go away. Go away. Я ушел на полчаса. Я ушел. I went away на... Это for... И полчаса. Half an hour. I went away for half an hour. I went away for half an hour. Не уходи. Да, есть глагол leave, но это звучит более формально. Don't leave, это звучит более формально. Don't go away. Don't go away. Don't go away. Don't go away. Go away. I went away for half an hour. Don't go away. Hold back. Сдерживать. Hold back. Она не могла сдержать слезы? Она не могла. Она не могла. She couldn't. Сдержать. Hold back. Слезы. Дословно, свои слезы. Her tears. She couldn't hold back her tears. She couldn't hold back her tears. Я не могу понять, что тебя сдерживает сейчас. Я не могу понять. I can't understand. Да, конечно, можно было бы также использовать фразовый глагол. К примеру, I can't figure out, что what тебя сдерживает сейчас. Это present continuous. Потом what сдерживает. What is holding you back? Now не обязательно, но, в принципе, и так понятно. Но можно и now поставить. Помощение без now. I can't understand what is holding you back. I can't understand what is holding you back. Hold back. She couldn't hold back her tears. I can't understand what is holding you back. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.